Найти людей, потерявшихся в лесу и без привлечения молодежных спасательных отрядов, бывает непросто. Главное в поисковой операции – оперативность и слаженность работы команды. Без современных технических средств обеспечить коммуникацию в лесополосе практически невозможно. К нам достаточно часто обращаются в случае поиска пропавших людей, поскольку все понимают, что телефоны занимаются отслеживанием, позиционированием и так далее. Но, к сожалению, мы не всегда можем помочь, особенно когда человек потерялся где-то в лесу, где-то в каких-то условиях, где просто операторы сотовой связи бессильны. Поэтому хотелось помогать и там, где технически мы пока помочь не можем. И поэтому договорились с ребятами о закупке оборудования, раций, радиопередающих устройств, которые помогают в тех местах, где сотовая связь бессильна. Рассчитывать на качественную сотовую связь в лесу не приходится. Поэтому оператор сотовой связи подарил спасотряду рации и станцию для радиосвязи. Это позволит скоординировать работу нескольких человек, даже если между ними приличное расстояние. В основном она будет использоваться для поиска потерявших, потерявших так называемых, и бегунков. Потерявших – это люди, которые потеряны в лесу в результате различных причин. Или заблудились, или пострадали. Там могут быть и пожилые люди, и дети. А бегунки – это те, кто оставили социальные учреждения. Дети, которые оставили, убежали, которых надо все равно найти, а иногда и оказать помощь. Первую помощь. Энтузиазма и радиосвязи для волонтеров-поисковиков маловато. Для повышения эффективности спасательных операций нужна вездеходная техника, более современные системы навигации. Нелишними будут и простые принтеры и ксероксы, с помощью которых можно распространить информацию о потерявшемся на начальной стадии поисковой операции. Поэтому без помощи благотворителей сложно. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.